Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Рапунцеля не взяли в загородный отель Илью Яббарова и Анастасию Голд. У него идет теперь вход тема требуемых Татьяной Владимировной алиментов для Богдана Савкина. Заготовил Яббаров постановочное видео со дня рождения сына, в котором мать всех Рапунцелей продолжает требовать с него мифические 37 миллионов рублей и обещает в суд обратиться. Яббаров надеется на помощь Рапунцелей в своем пиаре, не зовут его больше на телевизионные каналы, под любимые камеры, не то что Ольгу Рапунцель, которую теперь сам Андрей Малахов знает как блогера и специалиста по виртуальным знакомствам. Об этом скоро будут новости. После блокировки аккаунта в инстаграм сложно Илье Яббарову забыть о прошлой медийной славе, но телебабушка ранее столь любимому зятю готова подыграть. Ведь есть и другие социальные сети, где тему алиментов можно продолжить. И про алименты вспомните, и про совместный поход на программу с тестом ДНК тоже. Или кто-то верит, что мать всех Рапунцелей всерьез такими требованиями к туалетному шансонье идти в суд собралась. Ксения Бородина не отказывает себе ни в отдыхе, ни в дорогих покупках. Так, к примеру, сразу после отпуска на Мальдивах Ксения и Курбан Амаров устроили себе медовый месяц в Дубае, а накануне звезда озвучила цену сережек, которые впечатлили ее подписчиц. Бородина не просто назвала фирму, но и показала фото с сайта, на котором засветилась цена. При этом Ксения сочла само собой разумеющееся, что ювелирное украшение стоит баснословную сумму полмиллиона рублей. Тем более, что это далеко не самая дорогая вещица среди ее аксессуаров. Впрочем, злые языки сразу же высмеяли Бородину. Ксении припомнили позорные покупки на дешевом рынке садовод, после чего появилось предположение, что и серьги могут оказаться фейком. Увлеченная карьерой и реализацией своих грандиозных планов Ольга Бузовой частенько плюет на свое здоровье. К примеру, из-за напряженного графика съемок и почти полного отказа от сна Оля не единожды оказывалась под капельницей. Впрочем, на этот раз дела у ведущей обстоят куда серьезнее. Как оказалось, звезда наотрез отказывается исправлять зрение. Еще будучи участницей Дома 2, Ольга призналась, что очень плохо видит. Правда, на операцию Оля не решилась до сих пор. Более того, девушка изнуряет себя физическими нагрузками, что крайне опасно в ее положении. Бузова может ослепнуть. Такой вывод сделали фолловеры, не забыв припугнуть саму звезду. По мнению последних, Оле нужно сбавить обороты и найти время на посещение врача. В противном случае для Бузовой все может закончиться очень плохо. Александра Черно записала сториз, продемонстрировала лицо крупным планом. Молодая мамочка призналась, что впервые чувствует себя комфортно без уже ставших привычными густых ресниц. Впрочем, отказаться от наращивания Александра пока не готова. Как оказалось, эффектные глаза нужны Черно с одной лишь целью. Экс-участница Дома 2 убеждена, привлекая внимание глазам, она убивает сразу двух зайцев. Это добавляет ей привлекательности, кроме того, отвлекает внимание от второго подбородка и упитанных щек. Вероятно, на этот счет сама Александра все же пошутила. По крайней мере, фолловеры молодой мамочки не увидели связи. По мнению последних, чтобы выглядеть худее, Саше давно пора перестать есть в таких огромных количествах. И ресницы тут уж точно никак не помогут. Какие-то однотипные новости приходят от бывших участниц Дома 2 в их бесконечной погоне за хайпом. Не успели толком обсудить ложную беременность Марсиаги, как ее примером воспользовалась Кристина Дерябина. Подготовку скандальному известию Кристина Дерябина начала заранее, тем более, что она когда-то на проекте Дом 2 прославилась предательством Либерж Кпадону, дружбой с Александр Гозиас и романом с сотрудником этого телешоу. Шок-контент у Дерябиной был таков. Девушка сменила ориентацию, объявив своим новым партнером или партнершей некую Алену. Насладившись атаками хейтеров, Крис приготовила второй раунд обсуждений. Она опять беременна, показав тест с полосками, от кого пока секрет. Раз у Марсиаги не получилось стать центром обсуждений на этой теме, может Кристине Дерябиной удастся ее превзойти? Очень уж она старается со скандальными темами, поверят ли бывшие участницы и на какую-нибудь скандальную телепрограмму позовут. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Своё возвращение на шоу «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина ухитрилась анонсировать в социальных сетях. Правда, день выпуска перепутала. В эфире выясняли, виновата ли свекрови в разводах сыновей, по крайней мере с первой гостьей. Тема оказалась актуальной для истории телеведущей Ольги Бузовой, ведь мама Давида Манукяна никогда не скрывала неприязни к будущей невестке в лице Оли, о чем уже были новости ранее. Тем более, что в истории Бузовой и приглашенной Юли обнаружилась еще одна общая проблема, кроме непринятия свекровью. Это разница национальных традиций и менталитетов, семейных укладов и образа жизни, а не только материнская ревность взрослого сына к его новой семье. Или все-таки всегда виноваты свекрови в разводах сыновей? И ведь не случайно есть пословица про ночную кукушку, которая дневную победит. Может, прав был эксперт, утверждающий, что любви и не было изначально. Чуть больше месяца назад Алена Ашмарина в третий раз стала мамой. В семье экс-участницы Дома-2 родились сразу две малышки. Ни для кого не секрет, несостоявшийся супруг бросил девушку сразу, как только узнал о ее интересном положении. Впрочем, сама бывшая участница телестройки не отчаивается. Не так давно Алена приобрела таунхаус в Подмосковье и рассчитывает перебраться в него уже в этом году. Кроме того, накануне молодая многодетная мамочка похвасталась еще одним своим достижением. Несмотря на то, что с момента родов прошло очень мало времени, Алене уже удалось похудеть. Изначально девушка опасалась, что ей придется изнурять себя диетами и спортом, а возможно и лечь под нож пластического хирурга. Однако по фото становится понятно, что Алена вернула былую форму. Более того, сейчас выглядит даже лучше, чем до беременности. Бывшая участница Дома 2 Ольга Рапунцель побывала у Андрея Малахова на передаче «Прямой эфир». Тема «Любить воспрещается. Как разводят на деньги на сайтах знакомств». Оля побывала на шоу в качестве эксперта. Рапунцель посоветовала современным девушкам не торопиться. Как так можно, зная молодого человека два дня, ехать с ним на свидание? Ольга учит поступать правильно и в качестве примера рассказала историю из своей жизни. «Было время, у меня был мужчина-англичанин из Дубаи. Он говорил о чувствах, предлагал выйти замуж. Я с ним долго общалась. Я не могла, как современная молодежь, поехать с ним куда-то на второй день знакомства. Мы год общались с ним в соцсетях. Я не смогла его полюбить. Сердцу не прикажешь». Вот так складывается карьера Ольги Рапунцель на телевидении. Также Оля и Дима в кругу своей семьи недавно отметили 8 месяцев малышке Софии. Ребята написали трогательные посты своей любимицы и опубликовали новые фотографии. Подпись к фото «Доченька, расти здоровенькой, спокойной и сонных ночей тебе и безболезненного роста зубок. Море любви тебе, ты такая умница. У нас уже два зубика, ты уже вовсю ползаешь, сидишь, сама встаешь, а твоя улыбка просто меня завораживает». Милена Безбородова отметила 21 день рождения в кругу близких и друзей. Милена написала «Честно, но этот год был для меня одним из лучших. Несмотря на все потери, я очень многое приобрела. И я благодарна вселенной, что в свои 20 лет я столького добилась. Я вышла на доход, о котором даже подумать не могла. В свой 21 год я вступаю не одна, и это было мое главное желание, которое я загадала на Новый год. Поэтому верьте и мечтайте, все обязательно сбудется. Я счастлива рядом со своим мужчиной. Это лучшее начало года, особенно когда ты его встречаешь не одна. Я очень переживала за это и бац, мне подарила его судьба, такого, о котором я мечтала». У меня пока еще нет цели на 21 год, но я точно знаю, что хочу сдать на права и купить офигенную тачку. Также я хочу весь год путешествовать. Этот день рождения я встречаю в кругу дорогих мне людей, которые были со мной рядом на протяжении моего 20 года жизни. Я благодарна каждому, кто пришел. И я хочу именно с вами идти дальше по жизни и встречать свои дни рождения, поделилась Милена. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.